Опасным может быть укус дворовой собаки, ведь если она заражена бешенством, через рану заразится и человек. А эта болезнь не лечится, и все случаи заражения заканчиваются летальным исходом. В связи с этим по всей стране, и в частности в Ленинском районе, постоянно ведется работа по вакцинации всех животных, будь они домашние или дикие. На базе Ленинской районной станции по борьбе с болезнями животных создан Московский областной центр по профилактике бешенства. Здесь проводится полный спектр исследований этой болезни. Профилактикой бешенства ветеринары занимаются круглый год. Вот только в определенные периоды специалисты делают акценты на профилактику диких животных или домашних. Чтобы предотвратить бешенство у диких животных, в лесах и полях раскладываются вакцины-приманки, в результате скидания которых плотоядные животные вакцинируются. Данное мероприятие происходит три раза в год во время выводка лесят и выхода их в естественную среду. Что касательно вакцинации городских, деревенских животных, принадлежащих частным владельцам, работа происходит, как я уже сказал, круглый год. Мы организуем выездные бригады, которые ездят по деревням, по СНТ, развешиваем объявления совместно с администрацией проводим вакцинацию. Также люди приходят на пункты стационарной вакцинации, в частности к нам на ветеринарную станцию. Но как быть с животными, которые не обитают в лесу, где есть вакцины-приманки, а живут на улицах и дворах поселений? Ответ на этот вопрос мы также получили от начальника районной станции по борьбе с болезнями животных. Как выяснилось, по распоряжению главы Ленинского района Олега Хромова разрабатывается программа по отлову, стерилизации, чипированию и вакцинации бездомных животных с последующим размещением их в приюты. За последние два года на территории Московской области наблюдается резкий спад случаев бешенства. В прошлом году в нашем районе не было зафиксировано ни одного случая этой болезни. В этом только один – у домашней кошки, которую хозяева выпускали на улицу. Бешенство или у людей, это называется еще гидрофобия, не лечится. То есть если запущенная стадия, к сожалению, мы наблюдаем стопроцентную летальность. Прежде всего, это профилактика. Если у вас был контакт с подозрительным животным, оно вас покусало или ослюнило, необходимо срочно везти в травпункт, прямо в этот же день, в этот же час не откладывать на долгие сроки и получать антирабическую помощь в травпункте. То есть применяются гипериммунные сыворотки и вакцины. В следующий раз, вступая в контакт с уличной собакой или кошкой, будьте предусмотрительнее. Это животное вполне может быть заражено вирусом бешенства. Не забывайте своевременно делать прививки своим питомцам, а также берегите себя и детей от бездомных животных. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.